Царю Небесный, Утешителю души истинной, И же бездельный сын, И вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю приедетелю сябны, И очистены от всяких скверных, И спаси Божьей души нашу. Галь, помолись ты из путешествия. Господи, милосердный Иисусе Христе, благослови нас на эти занятия. Разуми нас и настаив, даруй нам быть не только слушателями, но и исполнителями Слова Твоего Святого. Доведи нас до Царства Твоего Небесного, какими Ты сам знаешь путями. Ты же дивно велик Тебе подавать славу, честь и поклонение Отец. Аминь. Господи, милый, продолжаем наше занятие по Слову Божьему, по Евангелию, Евангелие от Иоанна, 11 глава, на 47 стихе мы остановились, и вот 47-48 стихи. Тогда первосвященники и фарисеи собрали советы, говорили, что нам делать, этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Брат, ты их включил? Да. Ох, ох, вот тут местом. Давайте прочитаем толкование для начала. Какое крайнее безумие. Вот так, резко. Прямо с восклицательным знаком. Того, кто в телах прочих преодолевает смерть, думают предать смерти, чтобы сокрыть славу его. Ну, то есть, Господь восхищает мертвых. И они думают предать его смерти, чтобы сокрыть славу его. И после стольких чудес считают его простым человеком. Это безумие крайне. И что за преступление, вопрос, если он творит чудеса? Давайте разберемся. В таком случае должно веровать в него, поклоняться ему, а не считать уже простым человеком. Как созвучно с тем, что сегодняшнее чтение. То, что я вот комментарий давал. Смотри, какая наглость у фарисеев. Опять восклицательный знак. Прямо давно такого не было. Это толкование блаженного филактора. Стараясь возмутить народ, они пускают молву, что всем иудеям грозит опасность и погибель от римлян по подозрению в восхищении верховной власти. Если, говорят, оставим его, за ним последует много народа, привлекаемого явлением чудес. И, наконец, римляне заподозрят всех нас в похищении верховной власти, возьмут наши города и разрушат. Так говорили они с лукавством, чтобы не показалось, что они строят ковы Христу по зависти. Они выставляют на вид общую опасность, возбуждая народ против Христа, как будущего виновника погибели их. Вот тут история целая. История, исторические данные. Начнем. Так, в чем дело, какое местописание здесь подтверждает все это, о чем они говорят. Это местописание, я сейчас его открою, это шестая глава. В начале, в самой шестой главе. Это Христос, написано, после всего пошел Иисус на ту сторону моря Галерейского, в окрестностях Тевериады. И вот он там. И 10 стих 6 главы Евангелия Таана. Иисус сказал, великим возлечь, было же на этом месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Там долина такая, когда смотришь, где все это могло происходить. То там река как раз впадает, там как-то со стороны Десятиградия. И впадает Иордан. И вот там образуется большая такая обширная долина. И там просто зелень, не долина, там они земледелием занимались. Там вполне можно даже рис, наверное, выращивать было. Не знаю, рис выращивали они или нет, но хлеб точно. А потом дальше начинаются такие предгория, горы, и потом Христос там уходит в горы молиться после этого. И так вот они на этой зеленой травке возлегли, все хорошо у них. Иисус взял хлебы, воздал благодарение, раздал ученикам. А ученики возлежавшим. Так же и рыбы, сколько кто хотел. Вот рыбок немного было, а хлеба было, сколько было хлеба-то? Пять хлебов и две рыбки. То есть рыбы кто сколько хотел. Да, многие хотят на занятиях присутствовать, прямо ломятся, да? Сейчас вас тут еще заберет, Саша, и мы тут с Леной вдвоем поговорим. Ну, я расскажу стенам, если что. Покажут нашли. Люди в интернете послушают. О, ну да, тем более. Это большой вклад. Как Господь сделал, да, вообще странно. Златоуст говорит, один говорил, писал письма там о Олимпиаде, одной, единственной. А Господь посмотрел, столько добра пропадает, а ну-ка я через века, через тысячелетия сделаю-ка такой интернет этот, чтобы люди могли не присутствуя слышать. У них сейчас там, допустим, слушают люди, у них там плюс 10 температуры в Европе, в Германии, в Калининграде, где там они живут, на Украине, Белоруссии. Ну, и, конечно, в средней полосе у нас, у них там минус 6, минус 5. Я когда говорю, а у нас минус 35, да, они не верят никто, что у нас минус 35. Но зато мы пламенеем душой ко Христу. И вот, получается, как они раздавали, вот ячменный хлеб Господь благословлял и раздавал. Он ломал, а рыбку как? Там, видать, корзинка была, и он в корзинку руку опустит, раз, рыбку дал. Корзинку опустит, рыбку дал. И хоть сколько. Вот мы сейчас про еду говорили. Вот сейчас были бы мы верующие по-настоящему во Христа. Не надо ничего носить на трапезу. Мы же на занятия остаемся по Слову Божию. Наш бы Господь так кормил. Но не это главное оказалось. И вот в чем дело-то оказалось. К чему мы разговор-то ведем. И осталось 12 коробов. И вот 14-15 стихи теперь. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали. Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Какие молодцы. А дальше Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Единственное место есть такое, где мы видим, что Христос, какой имел авторитет. Царем. Не много, не мало сразу царем. Не то, чтобы пойти там рассказать что-то там. А сразу царем. Как царем. В этот момент, я сейчас вам расскажу, что происходит. Почему? Это безумие просто. Речи безумные, безумные. В этот момент четвертовластники, слышали же это? Четвертовластники. Ирод. Брат его Филипп, четвертовластник. И еще один Ирод. Внук этого Ирода. Они все правят. У них все разделено. Галилея, Иудея разделены. А четвертый. А где четвертый? Четвертый. Четвертый наместник от Рима. Понтий Пилат. Он одновременно. И у него четвертинка. Где он только, господин. Налоги все идут. Прям ему там. Все это. В прямую. А все остальные под его надзором. Почему? Потому что он подчиняется непосредственно Сталину. Ну, тогдашнему императору. А тогда император был у нас кто? Тиберий. Был император Тиберий. Еще Каллигула не вступила на трон. Каллигула убьет своего дядю Тиберия в 35-м году. А это еще... Ну, то есть в третьем только. То есть еще Тиберий не помню. Ну, уже старый, конечно. Он бдит очень сильно за этой властью. В 63-го года до Рождества Христова Рим является союзником иудеи. Иудеи сами его призвали в борьбе с Птоломеем. И они помогли. Помогли сильно. И ввели туда свои регионы. Введя микророны, хранили. Ну, это сейчас неуместное. Это либо после, либо в другом помещении тогда доделай. Ну, это же любит разговаривать, когда батюшка вам прям говорит. Она мстит просто мне. Ну, вот это ты сказала. По зависти Христа распяли. По зависти распяли Христа. Сытый и голодного неразума. Мы проходим местописание. Ну, кто все знает, тому легко мы поделимся тем, что у нас есть. И поэтому, когда он говорит о том, что придут римляне и так далее, что им приходить-то, они уже есть. В 35-м году Рим был полностью оккупирован войсками. Окупирован. Во всех городах и селениях стояли гарнизоны римские. О чем он говорит-то? Он говорит о большем. То, что народ признает царем Христа, натуральным, только своим духовным. А где первосвященники-то будут? Где все эти книжники-то и фарисеи-то с саддукеями? Где они будут? Они не нужны. Христос чудо делает. Но дальше опять 6-я глава. Что дальше-то происходит? Они ищут Христа, эти люди. Продолжают. Он скрылся от них. Написано. И узнав, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Один. То есть, где он? Никто не знает. Собак нету, не пошлешь ничего. Дронов нету. Никто не выяснит, где он. За камень куда-то сел на травку там где-нибудь. Ну, встал на колени Христос и молится. А может стоя молится? Ну, он и так, и так молился. Молится. Что значит молится? Это беседа с Богом. Так он сам Бог-то. Ну, вот, беседует. Беседует для чего? Ну, я думаю, тут и сетование его, и все остальное. И радость тоже. Потому что, с одной стороны, радость. Ну, что есть ученики. С другой стороны, и сетование. Столько людей. Он их сердца видит, Господь. А как он их видит? Вот дальше. Когда же настала ночь? Так это одно и про учеников. И народ же, 22-26 стихи. На другой день, стоящий по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики, его иной не было. И что Иисус не входил в лодку с учениками своими. Отплыли только одни ученики. А между тем пришли из Теверяда другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господне. И вот они его находят. И нашедшие его на той стороне моря, он уже там, там внезапно, быстро лодка пристала. Это чудо было. Ну, мы не об этом. Сказали ему, раби, то есть учитель, когда ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. То есть получается так, что Христос видит сердца человеческие не только тех, кто наелся хлеба, но и тех, которые придут еще, еще не ели хлеба, но они хотят просто на драмовщинку поесть. А я думаю, почему? Ну, я думаю, что это о мане небесной идет речь, потому что они же знали историю о мане. Манна это было что? Как лепешка с медом. Или какую хочешь ты пищу, такая и есть. А этот хлеб они считали чудесным, и все, наверное, говорили, слушай, я ел этот хлеб, как будто с какой-то там похлебкой, с какими-то травками, как будто, знаешь, вот, этот, барашек какой-то, ну, я так предполагаю, что такой вкусный, но они там сколько не ели-то? А тут еще рыбка, а рыбка шла как тунец какой-нибудь, я тунца даже не ел ни разу, говорят, очень вкусно. Ну, я ел от сентра, ну, вкусно. Или этого, форель, очень вкусно форель. Семга тоже вкусная, вкусная рыба. И вот эта рыбка, которая была-то, откуда рыбка? С Галилейского моря, но она неплохая рыбка. Ну, как наши рыбешечки, вот такие, селедочки, вот такие небольшие рыбки, там, плотва какая-нибудь. Это же речная рыба, это не морская, морская вкуснее. А речная, ей надо что-то добавить обязательно к ней. А тут, тем более, она сушеная, скорее всего, что же, ну, вареную, что ли, принес мальчонка. Поймал, а там солнце на веточку завяло, вот и две рыбки. Вот и вся еда-то у них была. Так, если посмотреть, как питались, магазинов не было. Ну, были, но в больших городах. А так-то сами себе что приготовили, надолбили в этих жерновах, намололи, и все. Помните про жернов, чтобы подвесили жернов, кто соблазнит одного из малых сей. Ну, вот эти жерновы, у каждого был жерновок небольшой в доме. Большие были жернова, ну, как бы промышленные предприятия. И выпекали все для людей, там, могли продавать. Были даже благотворительности. А в маленьких селениях каждый себе этот хлебушек добывалось все очень тяжелым трудом. И поэтому, конечно, когда ты просто сел вдруг, и такая куча народу сидит, «Толпа, не будем говорить?» И в этот момент Христос, подходят ученики, он разламывает, дает, они идут, идут, идут. А там же они рядами идут. Когда на них дают? Они там сидят, на них слюни капают, эти уже едят, а этим только дают. Мужикам главное сначала. А женщины с детьми что? Ну, как ты сказала, мы попастимся. Вот и поститесь пока. Подождите. Женщины последние, им вообще этот хлебушек, ну, как мед. А почему, ты говоришь, не будем говорить «толпа?» В Библии, как написано, «народ» толпился. Почему не толпа? Самая настоящая толпа. Спаси Христос, да. Я думаю, что можно даже сказать и «толпа». Вот к этим людям можно сказать «толпа». Ну, пока они сидят, рядами, как бы, дисциплина, я поэтому не хотел их толпой называть. А почему ты считаешь, что рядами сидели? Потому что написано «рядами». Мне вот интересно, вот на такой поляне, вот рядами их рассадили, наверное, апостолы распорядились, посадили. Я думаю, что они по каким-то группам, там, селения. Семьями, может быть, знакомыми, да? Ну, семья, может быть, меньше они отдельно мужчины. Отдельно, хотя, может быть, и не отдельно. Это же не синагога. Да, это же не синагога, совершенно верно. Ну, просто посчитали 5000 мужей. Как они там считали? Ну, по головам или по хвостам, не знаю. Ну, короче говоря, посчитали. Посчитали как-то мужиков. А женщины и дети отдельно. Ну, да, наверное, по семьям это легче всего. Поселениям. Ну, короче, ну, тогда я немножко неправ. Тогда женщины тоже получали вместе с ними одинаково. Никто женщин не уничижал. Христос всех любит, поэтому давайте на этом остановимся. Ну, и самое для нас главное, это то, что они все это видели. На их глазах происходило, как Христос это делал. И вот их там 5000, еще женщин сколько? Ну, тысяч 10 народу. Это очень много. И они видят это все. Что интересно смотреть? Помните, как у нас из алтаря батюшка табуретку только выносит? Накидочку. И дети, когда маленькие были, сейчас им уже ничего не интересно. А там проталкиваются вот так. Кто к нам приезжают, новенькие люди, тоже им интересно. Обязательно стоят, молятся, идут, что там такое. И такие раз, раз. И им там, ну, давайте посмотреть. И они очень с интересом аппетитно наблюдают. Батюшка вино выносит, пшеницу, масло, хлебы такие. Вот так. И там тоже так же. Все рассмотрели все. А потом давай все, как испорченный телефон. Поплыли туда-сюда. Когда есть такой мужчина, красиво говорит, а бесплатно раздает еду. Рыба, как мед. Хлеб, мана небесная. И началось. И поплыли все. И Господь им говорит. Вот к чему я тут все. И Господь им говорит. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, они ему спрашивают. Равик, когда ты сюда пришел? Иисус сказал в ответ. Истина, истина. Говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пищи тленной, но о пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свой Отец Бог. Ну, поняли они что-то? Они поняли до такой степени, что вот он им говорит тут о теле своем, о крови своей. Они начинают кукситься. Делать такое. Ну, ты что нам говоришь тут? И дальше Господь говорит. Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст его. И 66 стих. И сказал, для того, и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца. Вот о чем речь идет в сегодняшних чтениях. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал в 12-й. Не хотите ли вы отойти? 67 стих это. А 68-й говорит, Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога, жива. И это было истинно, так и было. Они в это веровали, что он Сын Божий. То есть, ну, что значит Сын Божий? Это совершенно новое... Это, ну, как были пророки от Бога. Были, как человеки, праведные были люди. Патриархи были. А Сыны Божьи кто? Господь говорил про Сынов Божьих, но их никто не видел. И вот, ну, были там Сыны Пророческие. И видели в видении, как Сын Божий. То есть, это такой прекрасный человек. Он необычайный. И в одеянии таком. И он рядом с Богом. Видно, что он идет от Бога. Это Сын Человеческий. Как Даниил видел. И вот новое. Сын Человеческий. Ты Сын Человеческий. Сын Божий, да. Ты Сын Человеческий, Сын Божий. Кто это такое? Вот это ты. Ты Сын Божий. Вот такое далее. И действительно, он Сын Божий оказывается. Но он Бог сам и есть. Это пока им не дано было знать. А почему не дано? Видишь меня, видишь Бога. Почему не дано было знать? Для того, чтобы они все остались целы. Это нам говорит об этом. Вот поглядимся дальше. Об этом нам говорит. Почему? Остались целы. Чуть-чуть вперед мотнем. Евангелие. Как говорится, пленку. 17 глава. И говорит так он Господь. Вот. 6-8 стихи. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Это про учеников он говорит. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им. И они приняли и разумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Понятно? Да, понятно. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне. Потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое. И я прославился в них. Поэтому, вот даже оглашенный человек, он идет ко Христу, он еще не с Богом. Он еще не в Боге. Он еще как неверующий человек. Его усилия могут быть вознаграждены. Как-то это Господь делает, не мы. Но нужно как можно быстрее креститься. Вот у нас сестра Елена трудится постоянно. Молодец. Не так давно крестилась. А я против был, чтобы она крестилась. Хотел, чтобы она Библию дочитала. Она дала мне слово, что она дочитает. И батюшка ее крестил. Господь восползил сердце батюшки. Не посмотрели там, что какой-то там член Совета против. Посмотрели на ревность сестры. На ревность ее дочери. Как раз тоже, когда Дарья пришла уже. Еще не пришла, разве? А, не пришла? Только через полгода. А, только слышала, да? Что мама? Через полгода я даже не знала об этом. Она через полгода пришла, я через два месяца. Я даже не знала об этом. Ага, видите, как Господь делает. Еще ничего не знал, никто не знал. А Господь ее уже возлюбил. Ее дочь. Потому что по ревности возможно. Да. А, возможно, Дарья сама о чем-то думала уже. Ну, не знаю. Она сама потом расскажет, если что. Я же не могу ее мысли читать. Ну, приблизительно. Ну, как Господь так делает? Видите? И Он, Господь, объявляет вас своими. Потому что вера во Христа привела вас к окрещению. Крестились. И когда человек крестится, вот, как я крестился, вот. Ну, ладно, мне не поверят сестра. Скажи, ты когда крестилась, ты почувствовала что-то? Почувствовала что-то. Просто не описать эту гамму чувствую. Там был такой ураган всего. То есть это... Ну, ты на меня не обиделась, что я против был? Что ты могла отложить? Я вообще меня не обиделась. И я такой же. Мы друг друга на друг друга не обиделись. И она прочитала, самое главное, Библию эту. Да? Прочитала. Вот так. Я говорю, а где ты сейчас читаешь? Ну, я пророков дочитываю. А пророков дочитывать, это уже, считай, Библия закончилась. После пророков-то совсем ничего, никого. А Новый Завет она и так до этого прочитала. То есть вот бывает как. А Дарья прочитала ты Библию до конца? До конца нет. До конца нет. А Господь и ей дал крещение. Понял. А почему? Потому что она венчалась с братом нашим. И поэтому ей как бы с Торицей, авансом Господь предоставил. Ну, так сказал, погрозил пальчиком через Зыгеря Дыбунова. Говорит, только Библию надо читать. Читать надо Библию. Ветхий Завет. Ну, Новый-то ты хоть прочла? Ну, Ветхий читаю. Хорошо. Ветхий. Это хорошо. Еще в понедельник завтра будут занятия по Ветхому Завету. Я иду скрупулезненько прям по святым отцам. И еще там много чего привожу. И исторический ход. Допустим, все, что сегодня о римлянах. Это я когда-то подготавливал. Все это помню. А что у меня не включается? Или меня не включать? Я кричала, кричала. Кому вы кричите? Вон, по телефону стучу, стучу. Я по телефону ничего не знаю. Я вот на компьютере сижу. У меня телефон такой, самый промокашки называется. У всех тяжелее. Ничего себе, в два раза тяжелее, чем у меня. Я вот мерю телефон по тяжести. У меня он самый легкий. Что там батарейка такая махонькая. А у вас-то телефон еще тут. Не знаю. Ну там, скажем, есть. Можно с байкером связываться. А кому тебе платить? Тоньше, тем лучше. Чем тоньше? Да. Да ладно. За 7 тысяч? Нет, ну, зайки бывают. Там, наверное, тоненький стоит 70. Сейчас вообще с экранами там. У меня 4 тысячи. Четыре тысячи. Четыре тысячи. Да ладно, четыре. Был. Да это было. Вот так. Ну, то есть, вот, о римлянах и так далее. То, что я сейчас вот рассказываю все это. Это же надо было прочитать. Это в толкованиях. Ей плюс историю надо обязательно знать. А как это без этой истории? Как мы поймем, что он говорит о римлянах? Придут римляне. В этот момент Пилат сидит там. К чему он это рассказывает там? Каяфа. К чему рассказывает о римлянах? Придут римляне и всех убьют. Да они вот уже под окном охранники у тебя ходят. Ты идешь к Пилату и кланяешься. Убей Христа. Убей Христа. Почему? Им нельзя было никакие суды вершить. Все было в руках Пилата. Хотя были три царя у них. Четвертовластник написано. Два Ирода и один Филипп были. Вот так вот. И все там хотели бы козни. Они друг друга поубивали давно. Но римляне им не давали. Потому что им так было выгодно. Чтобы иудейская сатрапия, называлась она, была разделена на четыре части. И все между собой интриговали. И старались угодить римлянам, императору. Подарки лучшие делали. Сбор налогов был бы там и так далее. Ну, хуже всех-то было людям. Людей гнобили. Почему люди захотели царем Христа? Не хватало одного. Еды не хватало. Покушать. А почему? У них там тепло. Да. У них сейчас там плюс... Не знаю какой плюс. Плюс 25, наверное, где-то. Плюс 27. А у нас минус 35. И батюшка говорит, да, мы тут все привыкшие. А я вот не привыкший. Да, я итальянец. Сам по себе. Видать, где-то у этрусков был когда-то мой предок. Жил там спокойно. Бегал в трусах в одних. А мы тут понарздевываем на себя. И еще машины все японские. Которые вообще не выдерживают мороза. Вот это все надо знать для чего? Чтобы нам правильно истолковать, правильно понять слова. И вот как раз Господь и говорит о апостолах, что это он их сохранил. Только их сохранил. И поэтому, когда мы начинаем какой-то разговор нашей жизни там. И начинаем кого-то там обсуждать. Очень часто я слышу у нас любителей. Так ты вы верующий человек или не верующий? Ну конечно верующий. Даже в храм может ходить. Да мне не это охота узнать. Он верующий, рожден свыше или нет? Верующий это рожденный свыше. Или я чтобы не так сказал, Мазела сильно. Может быть верующий и не рожденный? Может. Может, да? Конечно. А доказательства какие? Какие ваши доказательства? У нас. Я с такими людьми знакома была. Они только добрые дела делают. Они просто сразу уже. Вообще жизнь у них только христианская. Они покоры не смирились вообще. Не, но они не уверовали во Христа. То есть родиться свыше, то уверовать во Христа. Вы не понимаете меня? Они не уверовали во Христа. Вы говорите, они не рождены. Я таких знал. Вот то-то и оно-то. Если вы таких знаете, то их уж давным нету, я думаю. Они вечно сушли. Ну, понятно. Да, 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 да. Вот таких мы много людей знаем, которые непонятно. Уверовали они во Христа, не уверовали. Вот к нему Никодим пришел. Верующий человек иудей, учитель иудейский. И спрашивает Христа. На полном серьезе. Слушайте, а как я опять рождусь из матери своей, что ли? Как я войду в ее утрогу, если ее нету уже, матери? Как мне родиться? На полном серьезе спрашивают. Он понимает, что Христос никакой не обманщик, никакой не шут гороховый, как этот у нас Дворкин. Кривляется все. Настоящий чудотворец. Настоящий пророк и, ну скажем, учитель, учитель библейский. Слово Божие. И он его задает этот вопрос. Сам буду учить, учителем на полном серьезе. Почему? Он хочет понять. Вот в чем смысл есть. Он хочет понять. Поэтому некоторые люди есть, задают такие вопросы странные. От кого там? Когда родился Христос? От кого произошел Бог? И так далее. Ну, потому что в складу своего ума, они, или работы, или что, не хватило им дочитать чего-то, узнать. И поэтому им объясняется, вот таким людям. И Господь здесь то же самое делает. Он объясняет им. Далее. Вопрос. Ну, какие вопросы? За что, если он творит чудеса? Если он творит чудеса. Да, он сотворил чудо. Вопрос такой. Ну, тут ответ есть, как бы, уже. Нужно тогда веровать и поклоняться ему. То есть, признать его Богом уже. Да и все. Отмучиться. Но нету понятия такого евреев, что Бог придет на землю. А мы говорим, в Ветхом Завете есть. Говорит, и буду ходить. Приду к вам, и буду ходить с вами. Буду ходить. А они не поняли даже, что это на самом деле. Буду ходить с вами. Потом дальше, 53 глава. Как они будут уничижать самого Мессию, когда он придет. Они разделяли евреев, Мессию, пророк, от того, о котором говорит Моисей. И этого царя, который должен прийти, спасти их. То есть, это три человека у них. Говорит. Дежда Васильевна сказала, что христиане, там, добрые, во славу Божию, дела твои, и нерожденные свыше, да? Ну, да. Ай. Ну, ей так казалось. Он нерожден свыше, он же даже увидеть не может. Надежда Васильевна давно читала Местописание. Я не поняла, что я даже не слышу, что она говорит. А, ну, все ясно. Она так тихо говорит, что я ни одного слова не понимаю. А я говорю, вот я с кем беседовала, когда уверовала, беседую с этими людьми. Ну, в старых греческих это было. Они, а что это значит, родиться свыше? Как понимать? Я говорю, написано, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. А как это понимать? А что это значит? Вот такие вопросы задавали. Ну, с ними разговаривать надо было, занятия проводить. Им не хватало, как Аполлосу, не хватило последних о Духе Святом знаний. Он крещен был, Иоанна Крещения, Иоанн Креститель говорил о принятии как раз, принятии Спасителя, Мессии. То есть все. Осталось познакомить их со Христом. Ну, через Духа Святого, конечно. Сказать, что Он оставил нам уже Утешителя, мы опоздали уже. Он показал нам, что Господь триедин, Отец, Сын и Дух Святой. Ну, такие, наверное, по мытарствам пойдут? Мытарство это католическое. Ну, это они как раз вот эти вопросы все неудобные, чтобы решить. Просто вот так решили по-простецки. Как православный? Оставим это на волю Бога. Все. То есть те, кто верные, действительно ревностные, там хорошо, ведему жгли, ну, нормально там, ну, все там это, зажимали как надо. Папу, чтобы туфлю поцеловали. Все хорошо. Они пойдут все в рай. А остальные, кто были такие православные, там, чехи, которые там бились все за эту чашу. Вот, непонятно. Ну, это и так просто, это уничижительно у них. Их чашники называли. Это тоже история наша, церковная. Чехи, они получали облатки, и у них не было вина. А облатки эти, их, почему их дают-то просто вот такая, печенюшечка вот такая, она уже обмокнутая в вино. Ну, как бы в кровь Господня. И просто подходит человек, ему раз эту облаточку, и все, здорово вообще сделано. Не пить не надо. Господь говорит, пить надо, пить. И чехи сказали, отдайте нам чашу, чашу отдайте. И начали за нее биться. И у них чаша была на груди. Их называли чашники. За чашу бьетесь. Там кто-то против был. Они до такой степени, семь там у них называется, собрание старейшего. В каком-то городе, как бы и не в Праге. И пришли там от папы, и начали им объяснять опять. И там уже заставим вас. И они, как вы у нас отобрали кровь Христову, вы нам не даете спасаться. Взяли их и выбросили в окно. Кто разбился насмерть, а кто так немного покалечился. И началась война. Католическое католичество всего против чехов. Гусицкие войны называются. Табориты. Они табором окружали свое войско. И поэтому их нельзя было разбить. Но потом, через 30 лет разбили. Все отобрали. Все. Ну, в некоторых местах, некоторые общины у них причащаются. Там есть чаша, как у нас. Вот такие вот битвы идут за кровь Господню. Это невероятно. Как сатана все похитил, расхитил, оболгал. Поэтому здесь, я думаю, сатана так коварно действует, как змеи-искуситель. Как они веруют? Я вот, допустим, со старообрядцами пытался беседовать, они не беседуют с тобой. Когда тебя не понимают, что, допустим, я не двумя простами крещусь, а тремя. Все, ты еретик уже все в воду. А то, что познание Евангелия. А протестанты, наоборот, ты начинаешь рассуждать разумом святых отцов, духом святым, короче говоря. И они не принимают это. Они начинают, а зачем ты мне историю эту рассказываешь? Мне к чему это? Мне это зачем надо? По Ветхому Завету, если они еретиком называют человека, верующего, то с ним нужно сделать то, что они умышляли, делать против другого. То есть, обвинение-то на них падает? Так получается? Конечно. Там дальше, я думаю, по совести, наверное, будет это. Я даже не понимаю, как вот они в Царство Небесное попадут. Не мы же спасаем. Христос спасает. Они православные, как бы все книги у них такие же. Читают то же самое. А рождение свыше. Это надо быть доброжелательным ко всем. Написано же все. Они не читают просто на русском языке, они не понимают. Ты должен быть учителен, приятен. Ну и страхом спасайте, написано. Некоторых и страхом спасайте. Ну, а что там надо страхом спасать? Вот сестра у нас. Я ей сказал, что танцевать не надо. Стояли, читали, дисциплину. Она заплакала тут же и все. Даже не надо было сильно спрашивать. Только потом спросила, а что танцевать вот нисколько нельзя, да? И я говорю, нисколько нельзя танцевать. У нас петь можно там. И она, ей понравилось петь. Кстати, мы сегодня не спели даже. Можно было бы что-то и спеть, да? Любовь Христа безмерно велика, к примеру. Любовь Христа безмерно велика. Начало нет и льется, как река. Так вот, и в таком случае должно было молиться ему. Ну, нельзя было молиться. Смотри, говорит, какая наглость у парисеев. То есть, чудеса, это самое великое, что Господь делает. Христос творит чудеса. А, мы видим тебя. Сами не можем это сделать. Народ идет к тебе. То есть, весь авторитет переходит к Иисусу Христу. Мы остаемся ни с чем. Все. Мы это. Это зависть называется, дорогие. Десятая заповедь. Зависть. Вы отнимаете. А это нарушение еще чего? Нарушение закона, который Господь говорит о Духе Святом. Духа Святого вы порицаете. Духа Святого отнимаете. Постараетесь этим. То есть, он не добро делает, а зло. Это, Виляра, Сын, оттуда. То есть, с бесами заодно. Мертвого воскресил, это он с бесами. Чудо с хлебами сотворил. Это все бесовское. Это нам такое не надо. А при этом-то Христос говорит о законе Божьей. Он говорит, как их правильно исполнять. А вы-то ни одного не исполнили. Вот в чем дело. Вы вообще не можете быть учителями. Потому что вы сами не исполнили законы. И как блудницу подошли, бить ее камнями. Радостный, счастливый. Сейчас Христос бросит в нее камень. И мы пойдем говорить, как он жестокий. А мы не будем бросать. Мы ее простим. Ну как бы. На самом деле, никто ее не прощает. Ее порицают, над ней смеются. Блудница там. Ха-ха. И так далее. А Христос поступает так, что... Как Христос. Как верующий должен поступать. Мы должны так же. Он нисколько не насмехается. Нисколько не над кем. Он. Вы хотите быть главными? Пожалуйста. Вы же главные. Начинайте. Судите. Я даже не остановлю руку вашу. И начинает писать. Толкование говорит. Или он имена писал старших самых. Так, допустим. Или грех. Да. И там. Исхак. Иди сюда. Первый. Начинай бросать. Или говорит, грехи писал. Которые у них были. От старшего начинает. Грех его главное. А они заглядывали. Что он там пишет-то? Ой-ой-ой. И начали расходиться. И он говорит, восклонился. Кто без греха первый. Смотрит. Женщина. Тебя не осудили? Она. Нет. Господи. Ну, господин. Никто не осудил меня. Она же сама ничего не понимает. Как так? Обращается к этому человеку. От него зависит жизнь и смерть. А он садится и начинает писать. И говорит эти слова. Давайте. Начинайте. Состав. Старший должен был бросить. Он же самый умный. Он самый верующий. Пусть он не 10 заповедей исполняет. А 15. Ну да. Как бы так можно сказать. А другой там поменьше, поменьше исполняет. Ну, там самый. Уже там одну, допустим. А он такой прям стоит. Весь над стражей закона Божьего. И что? Нет его. А другие. Только первый, думаю, старший ушел. И другие сразу за ним пошли. Почему? Да все. В его руках деньги все. Он жалование получал. И раздавал тем, кто меньше. Вот смысл-то есть. Поэтому только ударь по старшему и рассыплется все это звено. Все же так везде. Группировки-то вот эти вот. Которые огромные группировки. Они обязательно где-то старший есть. У которого денежка. Обычно это какой-то там полковник или кто еще больше. То есть всегда имеет какую-то власть этот человек. От него зависит зарплаты других. Остальные все за деньгой пошли уже. А этот именно по зависти. Завидует где-то. И этот такой же тоже каяфа-то. Кто больше завидовал, тот и вылез. Говорят, что... Ну ладно, не буду говорить. Наших патриархов. Там тоже все. Рука руку, говорится, моет. Да, конечно. Петушка хвалит петушка за то, что хвалит он петушку. Вот так они. И сейчас, поэтому, где найти хорошего архиерея, чтобы верующий был рожденный свыше. Об этом же речь идет у нас. А его нету. Ну, дальше вот. Как это пред Богом говорит? Так они говорили с лукавством. Чтобы не показалось, что они строят ковы Христу по зависти. А на самом деле они, конечно, это все делали именно по зависти. Чтобы все, все в дом, все в дом, все в мене. А я там уже поделюсь как-нибудь с кем-то. На самом деле никто ни с кем не делится. Чтобы еще больше зависти возбуждать. Посмотрите сейчас на нашу жену. Одежда все круче, телефоны все дороже, машины все непонятно. Дворцы какие-то ездят. Для чего? Чтобы зависть возбудить. Это на маленьком уровне. А представляете, что наверху творится. Господь нам поэтому и дал сегодняшнее состояние. Чтобы мы начали думать не о земном, а о небесном. Ты сможешь помолиться? Помолиться можешь? Да. Вы имеете свои сыны стойки. Достойно есть якова истину, блажить тетя Богородицу, Присноблаженную и принеборочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, И славнейшую без сомнения Серафим, Без сомнения Богослова ручую, Сущую во городе суть овеличай. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас. Господи, слава Тебе за то, что мы имеем члены наши, Которые могут послужить Тебе, Что мы можем говорить о Тебе. Пришли сюда ногами и руками можем послужить Тебе. Слава Тебе за все, что Ты даешь нам. Пошли, благодать Святаго Духа, Чтобы изучать Слово Твое правильно, истинно. Даруй страх Божий, ожидание суда Божьего нам, Нам и детям нашим, Господи. Спаси нас грешных и помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, На им крестной веке и веков, аминь. Спасибо, Христос. Вас спасет, Христос.